Для Александра Ставских спорт без преувеличения жизнь. Тренироваться старается каждый день. Прежде делал это в бесплатном тренажерном зале для инвалидов, но летом его закрыли. Сейчас мне приходится дома, ну, кантели у меня нет, и мне приходится с какими-то подручными средствами делать упражнения дома. То есть ставить, допустим, два стула и делать из этого брусья. Ну, как-то, конечно, не то, что в зале. Каждое занятие, если не улучшает, то поддерживает его здоровье, укрепляет иммунитет и помогает быть уверенным, подчеркивает спортсмен. Заболевание спинальная амиотрофия называется. Диагноз стоит с детства. В целом, если честно, мне это никак не мешало. То есть в детстве я также, как и другие мои дети знакомые, лазил по деревьям, играл в футбол, даже без коляски. В коляску Александр сел в 9 лет, сейчас ему 26. Заверяет, живет полноценной жизнью. Закончил педагогический вуз по специальности историк, но спорт не отпускает. Четыре года он профессионально занимался лыжным спортом и даже три раза участвовал в российских соревнованиях. Сейчас активно следит за чемпионатами по баскетболу и футболу и осваивает пара теннис. По сравнению с лыжами, конечно, сложнее. То есть, допустим, на лыжах, ну самое большое, у меня было 30 километров за тренировку. Здесь, в теннисе, ну может быть 5, и то это не в том темпе, что на лыжах. То есть на лыжах ты взял крейсерскую скорость и пошел, грубо говоря, там 2 часа заниматься. Здесь ускорился, замедлился, ускорился, замедлился. То есть разные. Кстати, Александр Ставских единственный теннисист на коляске в регионе. Соперников, с которыми можно играть на равных, пока нет. Он горит этим, загорелся этим. Я тоже этим, он меня, так сказать, попросил с ним заниматься почаще. И вот мы с ним тренируемся, ну и вот пошли результаты. Съездил в Москву один раз, занял там пятое место. И потом в Самару поехал на второй турнир в жизни и победил. Через месяц крупный турнир в Москве с призовым фондом 200 тысяч. А в планах спортсмена участие в международных соревнованиях. Кроме того, Александр и сам растит чемпионов, работает тренером по бочи. Поэтому, как никто, знает, насколько важно каждому человеку создавать условия для спорта. Данил Кузнецов, Юлия Щепин, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.